В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Предварительные итоги вчерашних выборов на 10 утра сегодняшнего дня практически не изменились. Согласно опубликованным ЦИКом данным, обработано уже более 98% всех голосов. По подсчетам, 7% избирательный порог преодолели 4 партии. Это партия Беремдик, она набрала 24,5% голосов. Затем идет Мекенем Кыргызстан, у нее 23,88%. Партия Кыргызстан набрала 8,7% голосов. И за Бютун Кыргызстан проголосовали 7,13% избирателей. Всего, отметим, накануне приняли участие в выборах почти 2 миллиона граждан. Если точнее, 1 миллион 990 тысяч 753 человека. Чтобы пройти 7-процентный барьер партиям, таким образом нужно было набрать как минимум 139 тысяч 353 голоса. Для преодоления порога, пока по этим предварительным данным, немного не хватило партии Мекенчиль. Ей не хватило 3 тысяч 76 голосов. За партию Республика, согласно данным ЦИКа, проголосовало 115 тысяч 288 избирателей. Республиканцам для прохождения не хватило более 24 тысяч голосов. Таким образом, в шестой созыв Джигуркукинеша проходят лишь 4 партии. Основываясь на данных комиссии, предварительно можно сказать, что беремдиковцы могут взять в шестом созыве 46 депутатских мандатов. Мекеним Кыргызстан на один мандат меньше – 45. Партия Кыргызстан – 16, а Бютун Кыргызстан – 13. После оглашения первых предварительных результатов голосования, еще накануне, напомним, лидеры ряда политических партий и их сторонники вышли на митинги на площади Алато и в здании Центризбиркома. Акции протеста сегодня возобновились. Сначала на площади собрались социал-демократы, и позже к ним присоединились сторонники сразу пяти партий. Мекен Интамагы, Чон Казат, Иман Нуру, реформа и Орду. Митингующие заявили, что объединились. Они не признают итоги выборов и требуют признать их несостоявшимися. Сообщается также о том, что на площади периодически возникают стычки. Участники протеста говорят о провокациях. О проведении совместного митинга накануне поздно ночью отметим заявили и лидеры партии «Республика» и Атамикен. Акцию протеста они запланировали на два часа возле здания театра оперы и балета. Лидеры политобъединений заявляют, что выборы накануне прошли с массовыми нарушениями законов. Массово подкупались голоса и применялся админресурс. Самое интересное, что частично с этим согласились и представители партий, занявших по итогам гонки первые два места. Далее смотрите подборку заявлений лидеров и представителей партии. Мы против того, чтобы провластные партии, бандиты, пришли в парламент и устанавливали там свои правила. В Кыргызстане прошли нелегитимные выборы, были использованы грязные деньги, и мы должны доказать это перед ЦИКом. Мы выйдем с требованием к Центральной избирательной комиссии, к власти. Ведь воры, олигархи, коррупционеры не должны быть в парламенте. Поэтому призываем всех кыргызстанцев потребовать отмены итогов выборов. К сожалению, многие избиратели потеряли надежду. Ведь выборы, от которого мы ждали реформ, прошли с нарушением всевозможных законов. Не согласны терпеть пять лет этих воров, бандитов и коррупционеров. Мы будем защищать всеми доступными вам законными методами свои голоса и демократические ценности. Та демократия, которой мы сегодня всем хвастаемся, да, это было добыто потом и кровью. И сегодня власть это все еще раз смыла. И поэтому мы не собираемся, как бы, вот так вот соглашаться. И мы будем добиваться справедливости доступными вам законными методами. А это лучше, да? Я должен сказать, что особенно в городе Аше выборы прошли наиболее грязно. Какие только нарушения не публиковали в соцсетях, именно в Аше. О других регионах я не могу говорить. Я не могу сказать, так как нахожусь в Бишкеке. Я видел только в соцсетях и могу только сказать, что в Аше выборы прошли грязно. По нашим расчетам мы должны были получить больше голосов. Если у нашей партии были нарушения, я согласен, если ЦИК отменит решение. Мы народная партия. Мы не должны радоваться, что прошли в парламент. Ведь выборы прошли неправильно, нечестно. Мы согласны с решением регионального центрального избирательного комитета. Вот есть 16 партий. Если даже разделить каждому по 7%, все равно не прошли бы около 2-3 партий. Соглашусь, что и в отношении нашей партии иногда использовался админресурс в Таласской области, в Джалабаде, в Токмаке. По этому поводу мы создали акт. Теперь будет разбираться ЦИК. Партия за монтаж официально не признает итоги выборов. Мы были свидетелями того, что подкупали наших избирателей, подвозили наших избирателей. Очень много нарушений законов и предвыборных законодательств. Со стороны партии за монтаж очень много нарушений были переданы соответствующие органы. Но, к сожалению, мы не получили ни одного решения. Могут сказать, что проигравший никогда не признает поражение. Но это не так. Своими глазами мы видели нарушения на избирательных участках. Ладно, если бы выборы прошли честно, но это далеко не так. Если мы уйдем, что скажет народ? Это были самые грязные выборы, где победили деньги. Так сегодня пишут кыргызстанцы в социальных сетях. Голосование, по их словам, сопровождалось массовым подкупом избирателей. Наблюдатели отмечают, что зафиксировали много случаев, как люди, проголосовав, фотографировали бюллетени, видимо, чтобы потом отчитаться перед теми, кто заплатил им за голос. Неизвестные возле участков подходили к избирателям и откровенно предлагали деньги. Было также зафиксировано, как люди рассчитывались с теми, кто уже выходил из участков. Фото-видеосообщения с нарушениями накануне буквально заполонили кыргызстанский сектор интернет-пространства. Вот подборка самых громких из них. Фотографируют. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Больше чем новых случаев COVID-19 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok